всем большой привет добро пожаловать на мой канал рада вас приветствовать в своем новом видео сегодня буду делиться как мы приводили в порядок наш участок перед домом здесь у нас как раз таки детская площадка детский игровой домик и вот захотелось высадить цветы у калитки что было ярко красиво и как раз этим и сейчас софийкой будем заниматься снимала я эти кадры еще в первых числах мая как раз вот на майских каникулах ну а дальше у нас морозы такие завернули заморозки мне кажется ночью было минус 4 минус 5 минус 6 и снег и вот только-только погода вообще начинает налаживаться в одном из предыдущих видео я показывала какие цветы купила а показывала цену какая цена на такие цветы у нас городе я приобретала в магазине обе просто потому что он находится рядом с домом и также мне не хватило цветов ездила в ближайший садовый центр который находится рядом с нами вот докупила и сегодня как раз таки все будем высаживать мы подрыхлили землю что было проще сажать но и плюс трава которые сорняки уже успели прорасти все убрали мы удобрение закладываю я использую смокот здесь рассыпала его и вот сейчас еще раз все хорошо перемешиваем смешивая с грунтом и дальше будем высаживать цветочки я люблю знаете такую плотную посадку чтоб прям вот рядышком ряд рядышком было нравится когда потом и все разрастается получается таким единым ковром мне нравится плотная посадка но я считаю это дело вкуса кому как больше нравится еще у нас здесь просто абсолютно убитый газон все потому что здесь не выведен вот на этот нижний уровень участка не выведен автополив есть только кран со шлангом рядом с домиком где можно набирать воду этот шланг не достает для того чтобы из него поливать вот этот газон и когда будем избавляться сорняков на основном газоне вот здесь тоже все протраем и подсыпем газон посадим по новой чтобы в общем вырос хороший плотный но из-за того что от были холода дождь снега еще было очень-очень ветрено соответственно наши планы всех сорвались мы так и не травили сорняки на газоне в общем ждем когда погода наладится чтобы уже опрыскать газон в общем и убрать все сорняки потому что вы знаете одни мне кажется только дуванчики не боятся ни снега ни заморозков ничего а так конечно заморозки я смотрю и земляник у нас кое-где подмерзла и гортензии тоже вот как раз которые рядом с качелями красивые гортензии тоже все замерзли они и не знаю что будет с плодовыми деревьями потому что как раз в это время цвела вишня сейчас тоже вот цветет яблони непонятно что будет с плотами ну посмотрим а Смотрите продолжение в следующей серии. Поэтому уборка, тем более с тремя детьми, у меня это просто ежедневное занятие. Убираться с удовольствием мне помогают мои домашние помощники от российского бренда БиКью. Совсем недавно рассказывала вам про свой робот-моющий компет этого бренда, а сегодня хочу познакомить вас со своей новинкой, беспроводным моющим пылесосом БиКью. Модель вы можете видеть на экране. Моющий пылесос БиКью – это сочетание технологий, удобства эксплуатации и элегантного дизайна для поддержания чистоты в доме на высшем уровне. Этот пылесос осуществляет сухую и влажную уборку, справляется со всеми видами загрязнений, будь то жидкость, пыль или сухой мусор. У данного пылесоса есть два режима всасывания – стандартный и режим повышенной мощности. Переключаются они очень удобно, прямо на ручке. Там же находятся и все индикации. Для ежедневной поддерживающей уборки я выбираю стандартный режим. Заряда в нем хватает примерно на 30 минут. И я могу спокойно пропылесосить и вымыть пол на всем первом этаже. Если же что-то просыпалось или нужно убрать более серьезное загрязнение, то включая режим повышенной мощности, его хватает на 15 минут работы, чего более чем достаточно в подобной ситуации. Для хранения пылесоса предусмотрена элегантная док-станция, которая достаточно органично вписалась в мой интерьер. Зарядная док-станция сочетает в себе три функции. Кроме удобного вертикального хранения и зарядки, она имеет функцию самоочистки, которая позволяет удалить щетки, мусор, волосы и крошки. Очень удобно. Просто ставишь пылесос на док-станцию и все необходимые подготовительные процедуры он делает самостоятельно. Беспроводной пылесос BQ – идеальный помощник для поддержания чистоты и порядка в вашем доме. Убираться с таким пылесосом – особое удовольствие, поэтому искренне рекомендую вам его к покупке. Ссылку на данный пылесос оставляю для вашего удобства в описании к видео. На озон у него сейчас очень приятно. Мы закончили сажать. Цветы, которые остались, я буду сажать уже в кашпо, который как раз-таки расставляю просто по участку. Ну и плюс у нас кашпо такие а-ля балконные. Они находятся на детском игровом домике. Вот туда тоже сейчас буду все сажать. Поливаем цветочки. Я еще проливаю эпином, чтобы хорошо укоренились они. Чтобы, в общем, хорошо росли. Надеюсь, вот все эти удобрения еще помогут им пережить заморозки. Потому что, естественно, я поставила дуги, я тут все укрыла. Цветы, которые высаживала в кашпо, я все убрала на крыльцо. Вот у нас с одной стороны крыльцо, с другой стороны крыльцо. Там все в цветах. Вот, чтобы удобно было и ходить поливать. Потому что кашпо тоже большие, тяжелые. Таскать их в теплицу, ну, мне было тяжело. Поэтому я просто все занесла на крыльцо. Ну вот, достала я кашпо, который как раз-таки у нас уже несколько лет. Вот они украшают домик. Туда сажают цветы. Естественно, грунт за зиму там весь высох. Нужно все это проливать. Я почистила кашпо. Ну, такую основную грязь стряхнула. А уже когда посажу цветы, полью, все равно что-то будет стекать. Уже перед тем, как повесить их, поставить, я уже окончательно все почищу. Помою, чтобы они были аккуратные, беленькие. Никаких потеков, ни земли, ничего не было. Но здесь аналогичным образом все проливаю хорошо водой, чтобы грунт напитался. Добавляю смокот и буду высаживать цветочки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас протираю фасаду домика, перила, ну вот именно те части, куда буду ставить кашпо с цветами, чтобы они уже были чистые. И у нас тут еще вот не подключили мы воду. Еще из-за этого как бы проблематично домик помыть и саму детскую площадку, вот это покрытие тоже проблематично помыть. Вот когда вот уже здесь мы сделаем, подключим, тогда можно будет и какую-то пыль такую мелкую смыть. Все равно летом мы частенько вот Леша моет эту площадку, потому что дети здесь проводят много времени, но все равно там песок из песочницы летит. В общем, удобно все это здесь смывать. У нас обычная плитка, крошка эта прорезиненная, вот этому покрытию, наверное, года 3-4. Ну, кто смотрит меня давно, помнит, как мы эту детскую площадку сами делали. Домик здесь этот устанавливали. В общем, шаг за шагом тогда все показывала вам, как мы здесь все делали. И вот, знаете, на эту детскую площадку, несмотря на то, что подкладывали вот этот геотекстиль, все делали, но земля попадает, это и ветром, да, разносится, и все равно между плеточками прорастает дрова. Единственное, что когда вот подстелен геотекстиль, гораздо проще доставать эти сорняки, а все равно это приходится делать регулярно и без удовольствия, естественно, но легко достается. Но все равно нужен уход. Протираю я кашпо и выставляю все по местам, как всегда это у нас здесь и стоит. Вот в прошлом году единственное, тут было посажено совсем немного цветов, но мне, признаться честно, в прошлом году совершенно не до этого было, потому что как раз уже срок подходил рожать, вот, и в конце мая родилась Машулька, тоже не до этого было. Машулька 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 Дорогие мои девочки, получила я свой новый аромабокс от Рандеву. На этот раз остановила свой выбор на боксе аромат чистоты. Посмотрите, какие здесь ароматы. Я уже некоторые послушала, мне прям очень-очень понравились. Поэтому на летний сезон захотелось чего-то такого свежего, захотелось ароматов чистоты. Значит, что у нас в аромабоксе? 8 стеклянных флакончиков, каждого флакончика хватает где-то на 30-35 распылений. Это, я считаю, отличный вариант, чтобы познакомиться с парфюмом, так как парфюмерия сейчас стоит достаточно дорого, и не важно, низшего это парфюмерия или такие популярные ароматы. И чтобы не прогадать, чтобы не ошибиться и взять действительно то, что вам подходит, вот такой аромабокс, замечательный вариант, чтобы познакомиться. Они существуют абсолютно разные, абсолютно разные подборки. Есть сладкие ароматы, есть ароматы чистоты, есть монобрендовые аромабоксы. В общем, действительно, можно выбрать то, что вам понравится, то, что будет вам по душе. Заказать такие аромабоксы можно в интернет-магазине парфюмерии и косметики Рандеву. У меня, кстати, есть промокод на скидку. С ним приобретать и такие аромабоксы, да и вообще парфюмерию, косметику на сайте выгодно, потому что он суммируется со всеми акциями и скидками. И смотрите, вот в этом аромабоксе мне, допустим, понравилось где-то 5 ароматов. Я думаю, мне хватит вот этих вот распылителей на все лето. А что еще нужно, то есть на целый сезон свежие вкусные ароматы. Ссылочку на интернет-магазин Рандеву, а также свой промокод оставляю для вас в описании к видео. Пропалываю площадку, потому что сорняки уже успели вырасти. Ну и, конечно, ее нужно подмести. Здесь и листва, то есть мы не убирались ни разу здесь, вот с того момента, как сошел снег. Поэтому нужно здесь все хорошо промести. И когда подключим воду, уже помоем плитку. Ну мы, естественно, без всяких средств моем просто водой. Также я сегодня буду чистить хвойные, которые у нас здесь растут. И вот когда к нам приезжали садовники, сказали мне, что здесь обязательно вот эти туисмара нужно связать между собой, чтобы они не развалились. Ну вот потому что там не один у нас идет ствол, там два ствола где-то, где-то три ствола. Их нужно между собой связать, чтобы зимой, когда снег, они просто не развалились, не сломались. Вот, под тяжестью. Как раз сегодня тоже, ну вот когда снимала, точнее, тоже это сделала, потому что они невысокие. И можно будет их тоже подстричь. Просто в тот день, когда я здесь все снимала, Леша не было дома, он уже приехал только под вечер. И я думаю, опять, когда будет такая теплая погода, уже нормально восстановится. Мы здесь тоже подстрижем и брабанты подстрижем, потому что, видите, они просто забивают сосны все, которые у нас посажены также на детской площадке. Но вот эти брабанты мы уже стригли. И, кстати, заметили эффект, вот наросли молодые веточки, проснули спящие почки. И вот эти брабанты стали погуще, поэтому в этом году тоже планируем их подстричь, возможно, и по высоте тоже высоту берем, потому что они, конечно, очень высокие у нас здесь уже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На сегодня заканчиваю я работу здесь, подметаю, убираю все за собой, ну, чтобы в любом случае, даже если работа закончена не до конца, нужно все равно здесь что-то еще делать. В любом случае, в конце дня, ну, или как я закончила работать, привожу в порядок, потому что неизвестно, получится завтра вернуться и продолжить работать или нет, чтобы все было в порядке. Девочки, ну, у нас уже следующий день. Я докупила еще несколько кашпо с цветами и прикупила фонарики. Красивые фонарики, приобретала я их также в магазине обе, на них какая-то потрясающая цена, что-то там по акции они идут 169 рублей, там 329 рублей за большой шарик и вот поменьше там что-то 170 рублей. Я еще, знаете, когда приехала в магазин, смотрю, их прям там в тележках везут все вот эти фонари, думаю, что такое, почему такой ажиотаж, а оказывается, вот такая вот цена очень приятная. Они на солнечных батареях, и вот Софика мне помогает, мы их распаковываем и расставим вот как раз-таки за качелями, где у нас вот хвойные посажены, там поставим вот эти шарики на разной высоте. Получилось очень здорово все, они хорошо горят. Мне понравилось, что получилось у нас. Продолжение следует... 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 К сожалению, не рассчитала я количество шариков, не хватило нам несколько штук для симметрии, но на следующий день мы докупили, и сейчас, в общем, выглядит все так, как должно быть. Надеюсь, что все-таки уже холода отступит, наконец-то достану все кашпо, все цветы, по новой нужно будет мыть крыльцо, потому что сейчас там, естественно, я поливаю цветочки, нужно будет освеживать крыльцо, тоже предстоит работа, другое крыльцо мне предстоит еще помыть, предстоит помыть еще окна, опять же, из-за холода я это не могу сделать, хотя вот были майские праздники, но у нас погода была просто и снег, и ветер, но я уже повторяюсь. Рассказывайте, какая у вас в этом году была погода. Кстати, пересматривала видео, и вот на День Победы, два года назад, представляете, тоже, оказывается, был снег. Он, видимо, такой фрагментарный просто, ну, посыпал немножко и все, а в этом, в эти майские просто у нас несколько дней засыпало нас снегом. Пересаживаю белые петунии, красивые в белый кашпо, как раз они будут стоять вот здесь при входе. Нравится мне, как получилось, остается только привести домик в порядок, прибраться там, выкинуть все ненужное, намыть его, перестирать текстиль, и тогда дети там могут спокойно играть. Я все-таки предпочитаю после зимы, ну, мало ли, там мышки были, еще кто-то, надо помыть, потому что дети есть дети. На сегодня я свое видео буду заканчивать. Огромнейшее спасибо, что провели это время вместе со мной, досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх и подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока, постараюсь так надолго не пропадать. Субтитры сделал DimaTorzok